СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ АФСИ, Кировского бойцовского клуба, да, как-то они в прошлый раз рассказывали про свой клуб, он, наверное, еще больше развился, но про все это мы, Элькина, спросим. А поводом сегодняшней встречи у нас стало? У нас стал результат, как я понимаю, результат на международном турнире по борьбе без правил, который Элькин показал, все верно. Добрый день, здравствуйте. Почти в Майами, это соревнование было в Баку. Да, в Баку. Как давно это было? Столица Альдовичанской Республики. 21-го числа. Апрель, о, июля. Какого числа? 21-го. 21-го, то есть это вообще свежачок, вот, и Элькин там, представляя свой клуб и Кировскую область, да? Да, Кировскую область. Вот, бились, конечно, в самом конце от ожидания устали очень сильно. Вот, и в итоге вышли, немножко недооценили соперника, думали, в нокдаун отправили, так все, в первом раунде можно не продолжать. Он, оказывается, тактикой брал, и в итоге... Ага, живучий оказался. Да, да, в итоге в третьем раунде удушающим закончили. Ага. Понятно. То есть пришлось повозиться подольше, чем планировали изначально. Да, пришлось. План был на первый раунд. То есть это ты в финале удушающим закончил? Ну да, в третьем раунде. Угу. Вот. Элькин, а можно я спрошу все-таки, вот я уточню, международный турнир, Элькин представлял Кировскую область или Россию? Как вот это все выстраивается? Какие там были еще, либо наши регионы, либо государства? Ну, там с Дагестана были ребята, кто еще откуда были. То есть из России были члены из других клубов, да? Да, да, да. Международный турнир, он международный не потому, что разные государства, а потому, что люди разных национальностей, да, я так понимаю сейчас? Да, верно. Вот. И в основном свои ребята из разных районов, регионов Азербайджана. Угу. Угу. То есть это такой вот турнир, я так понимаю, что он, видимо, какой-то регулярный, да? То есть это не разовые мероприятия, не разовая история. Нет, не разовые, регулярные, да. Верно. А это, грубо говоря, выход в профи. Мне нужно было так-то биться в профессионалах. А это был, грубо говоря, любительский турнир для выхода в профи. Вот. Потому что я хотел биться за пояс. Мне сказали, сперва выиграй республику международную, а потом выходи в профессионал. За пояс биться. Это как бы право на выход уже на профессиональный уровень. Да. Верно, верно. Что докажи, что ты как любитель. Можешь биться на профессионал. Да, да. Короче, первый этап должен пройти, чтобы выйти в профессионалы, биться за пояс. Потому что я видел у моих там ребят знакомых есть пояса, они так носят, мне это нравится, и хотел сам выступить. Хотя у них уровень такой же, как у меня. Вот. А может даже и в некоторых моментах где-то ниже, может где-то выше. И думаю, почему мне-то не выступить. Потом попросил, чтобы меня вот туда отправили, направили и так далее. Вот с помощью Эльнура и Фарук есть. Эльнура Гусейнова, да? Да. Попал туда и таким образом выступил. Эльнура, это у нас директор фонда Азербайджан, да? Да, наверное. И член общественной палаты Кировской области, руководитель комиссии. Вот о нем идет речь. Я так поняла, что фонд Азербайджан помогал, да, в поездке Элькина? Да, помогал. Анонсировал в поездке. Вот и, как называется, Кубок Республики, что ли, или международный турнир, я так и, честно говоря, до конца не понял. Но право на выход в профессионалы он дает. Ну да, право на выход уже в профессионалы есть. Так что сказали, теперь можешь за свой поезд биться. Как ты узнал об этом турнире? Я поддерживал связь с ребятами из Баку тоже. Они сказали, что вот будет... А я как раз хотел поехать отдыхать, но тут готовился с семьей. И тут еще два турнира выиграл областных перед тем, как туда поехать по боксу. У меня же в основном сейчас бокс, поэтому те ударную технику подтягивал. Таким образом сказали, что как раз по моему приезду будет турнир. Вот и я решил выступить. Только говорили на 14 июля, а перенесли на 21 июля. И меня предупредили за два дня, что будет турнир. А я там немного расслабился, что-то тренировки подзапустил. Потому что сказали, что 14 будет, отменили. И сказали, что 28. А я уже 24 уже обратно уезжаю. И думаю, что тогда мне тренировать. Ну все уже, да? Да, и за два дня предупредили. Я такой уже думаю, ну ладно уж, придется. А сейчас на ринг пойдешь ты. Уже на взвешивание было больше, чем положено. Да, да. Ну и хотя я там согнал, честно говоря, из-за жары. Ну я так понимаю, что в Азербайджане сложно удержаться, да? Когда у тебя нет спортивного режима, от вкусностей разных. Да, да, верно, верно. Поэтому, наверное, из-за этого и соперник немного смог со мной повозиться. А соперник был откуда? Соперник был из Баку как раз. Из основной организации, ТТ-файт-клуб называется. Вот, ну там вроде как по ММА сильнейшие ребята. Вы с ним раньше были знакомы? Нет, нет, ни разу не были знакомы. Ну я видел, что вся поддержка в его сторону была. Ну понятно. Свой, а ты все-таки наш. Да, да, да. Так что там. Короче, его чуть ли не избивали через каждый промежуток раундов. Что это ты тут не выиграл его еще в этом раунде. Насилие, да? Ты что так плохо себя ведешь? Мы за тебя болеем. То есть это тренер или публика ему говорила? Публика сперва, а потом уже когда секундировали тренера, ему в эти моменты говорили. Соберись. Что это ты тут показываешь? Вот, и таким образом, как говорится, недооценивать нельзя соперника. Ну так я так понимаю, что секунданты тебя тоже недооценили. Ну секунданты, да, потому что они думали, приехал, не свой, что себя чувствовать не будет. Тем более за два дня узнал. Да, тем более за два дня. Поэтому они его и психологически неправильно настраивали. Верно, верно. Поэтому, ну таким образом получилось, что, короче, выиграл удушающим. А сколько было много? Представительство большое было? Сколько было по вашей категории? Или вообще всего спортсмена? Всего спортсменов было, что-то я где-то в 50 какой-то паре выступал. Наверное, 110-120 человек. О, это не мало. Ну там до 14 лет много тоже выступало ребят. А мы уже наши, наши ребята пошли уже, мужчины от 18 и старше, там всего несколько пар было. Потому что мы, так как выход в профи был, у нас, грубо говоря, считались серьезные бои, потому что 5, ну 3 по 5 было у нас. Вот это только в профессионалах бывает. Вот и... То есть 3 раунда по 5 минут? Минут, да. 3 раунда по 5 минут. И вот сколько нас было? Пар, наверное, 10 было осталось. От 60... 65 килограмм. Ну, то есть где-то 20 человек у вас. Да, да, всего 20. Взрослых. Да, взрослых. Вот и все. Кто-то там нокаутами выигрывал, кто-то успевал, кто-то весь бой проводил и так далее. Ну и вот я своей парой дождался где-то к 9 вечера, хотя пришел туда в час. Слушайте, это же тяжело очень, а как? А еще я ничего не кушал, я обезвоженный вышел туда вообще. С 6 утра ничего не кушал. А нельзя, да? Можно было, но я-то рассчитывал, что выступлю я где-то в 3 часа. Вот, и потом думаю, наверное, быстро пройдет то время, я где-нибудь, наверное, выступлю в 4, в 5 хотя бы, а оказывается до 9, и я такой уже вообще в очень плохом состоянии вышел. Может, и из-за этого я и не смог в первом раунде закончить. Ну вот. А так, слава богу, нормально закончилось. Хотя бы досрочно. Мне главное, чтобы досрочная победа была. А это важно, да, для выхода как раз? Ну да, это для... Учитывается. Учитывается, да. И для показателя это очень важно, потому что если ты досрочно выигрываешь, ты уже более становишься как-то статусным бойцом. Так, слушайте, а вот можно мне немножко правила пояснить? А с соперником вашим теперь что будет? То есть вы оба, получается, бились за право выхода дальше, да? Ну он, да, он, грубо говоря, получается, не вышел. Он не прошел? Да. Ему надо еще в каком-то турнире теперь участвовать и побеждать? Да, в следующем турнире, когда он будет, когда он будет, наверное, месяца через 2-3, он там выступит, если там выиграет, тогда уже сможет. Хотя он так-то и... Значит, до этого момента он и так был республиканским чемпионом. О, а чего же мы не сразу-то это говорим, что мы республиканского чемпиона победили? То есть по факту ты победил чемпиона Азербайджанской республики? Да, да, в своей весовой категории за выход в профи. Вот, и так сложилось, что вот бились на этом турнире, я выиграл и вышел в профи. Но ему придется немножечко подождать. Но это не крест на карьере спортивной? То есть это не означает, что все... Нет, это просто обычный проигрыш для него и все. Как бы у него все впереди. Он еще и моложе меня вроде года на два. Так что у него все впереди. Фура еще есть. Да. И время еще есть. Да. А скажи, пожалуйста, а вот эти победы в будущем учитываются? Они, то есть вот я вижу иногда, вот объявляют там, да? Да, да, конечно. То есть это уже объявляться будет тоже как победа? Выступаешь, да, где-нибудь в будущем, в больших аренах, там же все учитывается. Говорят, вот такой-то выходит, такие-то победы на таких-то турнирах. Ну, представляют как бы тебя. Ну, это считается плюсом тоже. Вот. Мне самое главное выигрывать нокаутами или же досрочно нокдаунами, то есть удушающими. Почему? Ну, потому что если так выиграешь, то у тебя больше шансов выйти вперед в высшую лигу и так далее. То есть тебя продвинут. Да, продвинут, тебя заметят и так далее. А если ты выигрываешь решением судей, а если еще и как-то еле-еле там перевес у тебя чуть больше, то это как-то... Ты где-то в хвосте там, да? Да, ты где-то в хвосте, это не особо интересно кому-то. То есть вы спортом занимаетесь профессионально или это все-таки для вас, ну, не знаю, хобби это сложно назвать, потому что это очень много времени. Ну, раз профессионально это уже не хобби. Хобби не назовешь это, конечно. Я каждый день занимаюсь. Просто мне больше интересно, честно говоря, на сегодняшний день биться в боксе, в профессионалах. Потому что бокс как-то для меня более зрелищный, что ли, я уже тренируюсь постоянно с мастерами, лучшими мастерами Кировской области. Вот, они меня постоянно продвигают. Спасибо как раз ребятам Кирилл Зорин, мастер спорта, Рома Малышев, Роман Малышев, мастер спорта России по боксу и другие ребята, которые готовят меня. Им большое спасибо за поддержку. Как бы подготовили меня и к этому турниру. И дальше, думаю, дай бог сложится. Будем выступать и в боксе, и в ММА. Я почему спрашиваю? Это, конечно, наверное, немножко грубовато с моей стороны прозвучит, но все-таки спортсмен – это человек, который какое-то определенное время своей жизни может активно заниматься спортом и участвовать в каких-то соревнованиях. Дальше все равно человек должен определяться. То есть либо он уходит из спорта и занимается чем-то совсем другим, или он остается условно на тренерской работе. Еще где-то. Ну, тренерская работа-то так, может быть, немножко по-советски звучит, да? Но тем не менее. Вот для вас, вы для себя какой путь выстраиваетесь? Понятно, какое-то там, дай бог, продолжительное время у вас впереди еще есть, как у спортсмена, активное. А дальше? Ну, я максимум, наверное, года 3-4 еще побьюсь больше. Мне, наверное, вряд ли будет интересно. Потому что мне интереснее от себя сделать вклад в в будущем в спорт с политической ареной. Ух ты! Поэтому, да, мне хочется стать депутатом, как минимум, нашего законодательного собрания и продвигать спорт из этой индустрии. Вот. Помогать молодым бойцам, молодому поколению идти вперед. Потому что для меня на сегодняшний день это основная задача. Чем я буду заниматься в будущем? Как бы ставлю для себя приоритеты, что для меня дальше будет интересно после боев. Это амбициозная цель. Да, вот таким образом. Ази Царевич как-то так немножечко опасливо смотрит. Ну, Ази Царевич уже знает меня в этом плане, что у меня основная цель туда уйти. Хорошая на самом деле цель. Нет, цель на самом деле правильная. Да, да, да. Потому что человек реально видит и понимает, что происходит со спортом Кировской области. Помощь нужна там. Потому что я сегодня являюсь помощником депутата Законодательного собрания и участвую часто в разных общественных проектах и так далее. Поэтому я с этой уже деятельностью знаком и думаю, в дальнейшем буду дальше этим и заниматься. Ну, ты можешь назвать депутата помощником. Конечно, Балыбердин, Юрий Александрович, чтобы все... Юрий Балыбердин, да. Бывает в нашей студии. Да, да, да. А он, кстати, курирует как раз, по-моему, работу с молодежью. И его как бы... И молодежный парламент. Да, да, как раз таки. Поэтому у нас деятельности очень близки, совпадают. И... Ну, по крайней мере, взгляд на развитие спорта, наверное, у вас совпадает. Не обязательно, чтобы политические платформы совпадали, но... Да, да, мне кажется, это совершенно не важно. Важно ведь, какую цель ты ставишь там более глобальную. Там не билет, условно говоря, членский какой-то партии, да? Ну, да. Да, конечно. А другое совсем. То есть, чего ты добиться-то хочешь? Зачем он тебе нужен-то, этот билет? Да, самое мне главное после себя оставить след в той индустрии, в которой я занимаюсь. Какой-то вклад внести, чтобы после себя, после меня, то есть, как бы, ребята видели, что кто-то хоть что-то сделал, наверное, в данной деятельности. А много ли ребят, молодых, вот сейчас интересуются такими... Я не знаю, как они правильно называются. Силовые это виды спорта, да? Много ребят, молодых, интересуются? Интересуются много, но затащить, так скажем, не каждого возможно, потому что интереса много кто не видит, так как... Вот, например, у меня был в последний раз турнир по боксу. Я там выиграл как раз в первом раунде, на первой минуте нокаута. Вот. И за это дали призовые деньги. Вот. Когда вот даже, как бы, небольшие деньги-то там, 3-5 тысяч, это, как бы, не особо много, но зато, когда ребят вознаграждаешь этим, они, как бы, на улице, я думаю, даже ребят не останется, которые будут просто там гулять или где-нибудь там у клуба тусоваться, курить, пить и так далее. Все будут в зале заниматься. Ну, как минимум, основная масса. Вот. Еще бы были залы оснащенные. Да, залы оснащенные. Еще бы тренеры, как бы, помогали. Помогали, да, продвигать бойца тренера. Не просто так, как бы. Потому что смотришь на ближайшего, с тобой же в зале занимается, ты с ним спаррингуешь, тренируешься, видишь, почему у него есть такие награды, у тебя нет. Так назовем это белой завистью. Как бы грубо это не звучало. Вот, и тогда у тебя... Профессиональные амбиции просыпаются. Смотришь друг на друга, да, естественно. Профессиональные амбиции. Мотивирует тебя это? Одно дело, просто тренируешь. Другое дело, например, сейчас пойти с Илькином в зал, теперь уже зная, что он тут победил чемпиона республики. Республики, да. Да, и сегодня вышел на профессиональный уровень, уже у тебя будет, а, можно потом идти и рассказывать. А знаете, я вот тут в зале был, а со мной был Сулейман. Знаете, такого? Это и амбиции, и такой спортивный азарт, мне кажется. Да, и вообще желание там чему-то научиться, потому что, мне кажется, все равно, когда вы в поединках ваших с кем-то встречаетесь, так или иначе, вы друг друга даже в процессе боя, наверное, чему-то учите, да, какие-то приемы. Конечно. У нас даже тот момент face-to-face называется. Стоишь, например, у баннера, от которого ты представляешься взвешивание обычно, и потом друг другу в глаза смотрите в бойцовской стойке. Это очень... Это, честно говоря, у меня впервые в жизни был такой момент, когда face-to-face происходит, так как выход в профи, а у нас уже можно проводить face-to-face. И вот этот момент я впервые понял, зачем это вообще нужно. Когда смотришь в глаза сопернику, сразу вы начинаете понимать, кто из вас друг друга уже начинает бояться, у кого настрой сильнее и кто психологически вдруг на кого-то давит. Ну, я как бы себя уверенным чувствовал, поэтому я сразу понял, что я его немного схавал в первом... Съели глазами, понятно. Да, 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 потому что, как говорится, вышел на такой турнир, если меня тут такие ребята тренировали, которых я уже произнес имена, вот... Ты можешь еще раз произнести имена. Грех, грех нет, не выиграть при таком настрое, при такой поддержке. Ты можешь еще раз произнести имена наших тренеров, да, мы гордимся им, собственно говоря. Валерий Гаврилович Синегноев в зал Лоцман, в котором я тренируюсь, то есть Кирилл Зорин, Роман Малышев, Алексей Толпыгин, вот ряд этих людей помог мне выйти на этот турнир, подготовиться. Сделали свой вклад, короче, в меня, так скажем. Слушайте, а можно я такой женский вопрос задам? А вот если мальчика, например, давать в секцию какую-то вот такую, да, бойцовую, да, там, силовую, это в какое время надо начинать его? Ну, лучше, чтобы до 12 лет, лучше бы он походил в плавание, честно говоря. То есть не надо вот такие... Не надо сразу же отправлять там, это ни к чему. Для младшего школьника. Да, да, тем более в этом возрасте они больше всего начинают в школе драться, биться, там, часто будут вызывать родителей, лучше пусть занимается... Лучше пусть плавает. Да, лучше плаванием заниматься. Ну, я для себя так, как бы, в своем опыте... Нет, лава не отличный вид спорта, развивает все группы мышц. Верно вы подметили, поэтому лучше там окрепнуть, чтобы потом идти в эти виды спорта. Борьбу там, бокс. И, кстати, лучше начинать в любом случае с какого-то олимпийского вида спорта, потому что база... База должна быть у тебя в каком-то виде спорта обязательно хорошая, наточенная. Не надо сразу идти там в ММА, потому что ты где-то чуть-чуть и борешься, и боксируешь, и ногами работаешь. А ММА есть у детей даже? Да, есть. У нас вон там дети в 12 лет выступали. Да, до 18 лет. В 12 лет, и я когда вижу, они свои разминки проводят, я вижу, что у них нет базы ни в чем. Их как бы подготовили в ММА. Я даже со мной, когда стояли ребята, разминались и так далее, я вижу, что никакой базы у них нету, так как они не тренировались конкретно одним видом спорта. Они пришли, такой колхозный вариант, так скажем, пришли, начали сразу же и ногами, и руками бороться, все, короче, уметь нужно делать. То есть их готовят прямо вот к боям сразу же. Да, и сразу готовят к боям, это, мне кажется, неграмотный подход к профессиональному дебюту и так далее, и вообще к профессиональной карьере. У тебя обязательно должна быть база кикбоксера, или же боксера, или же борца. Потому что если у тебя есть хотя бы одна база в одной индустрии, ты дальше-то все успеешь развить и так далее. Главное, чтобы у тебя был наточенный промежуток, где ты уже стал или борцом, или боксером. То есть какая-то техника уже должна быть присущей базовой. Да, обязательно. Ну, давай напомним, ты пришел в ММА из... Из борьбы. Я пришел из борьбы. Из вольной... Из вольной и самбо. Из вольной и самбо. Как бы, да. И потом я уже начал заниматься боксом, вот, и потом уже чуть-чуть начал совмещать. Вот, шесть лет борьбой занимался, и на сегодняшний день конкретно занимался. И потом до сегодняшнего дня тоже занимаюсь, и потом уже начал заниматься больше боксом. Уже шесть лет, семь лет боксом занимаюсь. Вот, поэтому... А какие у тебя были достижения вот в вольной борьбе? В борьбе у меня были на всероссийских турнирах я выигрывал, областные турниры выигрывал, на международных турнирах призовые места брал. Это, то есть, это, получается, еще вот юношеские были соревнования? И еще было до 16-17 лет я там выступал. Высокого уровня юношеские соревнования. Ну, нет, это не прям такие высокие уровни. Разные уровни международного, ну как? Ну, международные это уже вот тут, в ММА, а имею в виду в самбо, в борьбе не было у меня таких уровней. Там, тем более юношеский уровень, это, так скажем, подготовительные этапы. Вот, потом в бокс перешел, там уже поинтереснее стало. Посерьезнее все стало. И вид спорта как-то более интересный, потому что удары, защита и так далее. Ну, все-таки в бокс, наверное, тогда надо идти, если вот, ну, леча мальчики, да, которые в это, даешь, там, школьники, условно, наверное, все-таки чем старше, ну, вот как старше. Чем старше, тем лучше. Чем ближе к 18 годам, тем, наверное, и лучше. То есть, сначала лучше все-таки борьба. Ну, 18, да, борьба хорошо, но это, кстати, индивидуально каждому спортсмену. Я просто, когда вижу боксерские поединки, я представляю там, например, вместо вот этих взрослых дядечек, вот таких вот малышей, которым там 10-12 лет, мне страшно становится. Ну, там-то ведь принято практически очень всемирно в любительском уровне. Я понимаю, что там, конечно, да, да, да. Они там бьются не 5 минут, а уже полторы или минуту даже. Да, да, да. То есть, и там стоят и разводят их, да. И у них перчатки огромные, так что, когда ударяешь, грубо говоря, это все равно, что подушкой ударил. А если он облетит? Сказал Илькин Сулейванов. Так что, поэтому у них в этом плане все спокойнее. Да, отдавать можно. Их не страшно малыша отдавать в боксер? Не, не страшно, тем более их сразу... Ну, как малыша, 10-12 лет. Да, их сразу никто к боям не допустит. Сначала груша. Они как минимум 3 месяца, 4 месяца будут готовиться, играть там, укреплять свой организм. И потом уже куда-то пытаться на какие-то уже минимальные соревнования выходить. Вот. И уже показывать какие-то результаты от себя. А на боксерском у тебя тоже были достижения? Да. Вот областные соревнования, все турниры выигрывал. По силовикам. Потом просто областные турниры выигрывал. Вот. Ну, там досрочных побед у меня мало, потому что... Ну, в боксе, наверное, это и сложнее, как бы с перчатками. Ну, да. Потому что там всего чего у нас? Три удара есть в боксе. Это боковой, снизу и прямой удар. И ты должен этими тремя ударами целую философию, короче, воспроизвести из себя. Поэтому в боксе, да, сложновато. А тут, как бы, в ММА есть многое... Ну, короче, есть все, поэтому финишировать можно по-разному своего соперника. Поэтому досрочных побед там всегда больше, чем в иных других видах спорта. А вот сейчас я у Илькина спрошу. Все-таки бои без правил. Это вот прям совсем без правил, но после небольшого перерыла. Программа «Союз нерушимый» продолжается. В студии по-прежнему Азис Агаев. И Анна Лапшина. Да, приветствуем слушателей еще раз и говорим здравствуйте еще раз нашему гостю Илькину Сулейманову, бойцу ММА. Еще раз напомним, да, повод у нас, то, что Илькин занял первое место в международном турнире по борьбе без правил. В городе Баку. В городе Баку. И победил он в финале чемпиона Республики Азербайджан. И получил, по факту, путевку в уже профессиональную, скажем, лигу. Да, я до перерыва говорила, что вот сейчас я у Илькина спрошу все-таки. Я такие глупые, наверное, девочковые вопросы задаю, но все равно. А бои без правила-то совсем без правила? Или все-таки какие-то правила есть? Ну, там, не знаю, нельзя уж совсем безжалостно соперника бить. Ну, есть. В пах, конечно, нельзя бить, глаза выкалывать. Боже мой! Нет, я этого не имела, конечно, в виду. Раньше вот в боевом самбо можно было головой даже ударять в партере и в стойке, вроде, насколько я знаю. Потом отменили это правило. И вот в ММА тоже нет такого, чтобы головой можно было ударить во время боя. То есть ограничения есть все-таки для спортсмена? А без правил называется тогда почему? Ну, я не знаю, наверное, привыкли, что ли, называть без правил. Так это называется смешанное единоборство. То есть это можно пользоваться приемами разных видов единоборств? Да, верно, верно. Удары ногой в голову? Да, удары ногой в голову. Какие? Любые удушающие, потом болевые. Короче, все, что придумаешь, лишь бы вот эти 3-4 правила, которые я перечислил. Строгие запреты не нарушать. Ну, что ты хочешь, да, можешь. Вот, и главное, грязный бой не показывать. Ой, а грязный бой, это что такое? Из-под тяжка, там, не знаю, палец сломать, или в глаз, там, на дверь. Неужели такое бывает? Да, конечно, бывает. А я вот только хотела спросить все-таки. Вот я Элькина спрашивала, знаком ли он был со своим соперником до боя. Он сказал, что нет. А бывают вообще ситуации, когда приходится двум хорошо знакомым спортсменам, и, мало того, даже дружным между собой спортсменом биться? Конечно, часто бывает, как говорится, на улице, в зале мы с тобой друзья, а в ринге мы с тобой соперничаем. Это не мешает? Нет. Мне кажется, что самые красивые бои получаются, когда два друга дерутся. Потому что они знают технику друг друга, и уже, грубо говоря, они могут красивый бой показать, так как знают, кто как дерется, и, ну, драться красиво, короче, красиво. Да, верно. Ну, это тоже, конечно, как можно к другу-то так. Слушай, Элькина, а ты вот удары ногой отрабатывал уже отдельно, да? То есть, бокс, понятно, это удары рукой, борьба, понятно, захваты. Да, отдельно это уже, грубо говоря, сам для себя, так скажем. Сам для себя. Ну, хотя нет, в одно время, когда я тренировался у Романа Малышева, он меня тренировал, то есть, ноги он мне ставил в то время, это было лет, наверное, 5-6 назад, вот, тогда я ноги-то поставил более-менее. Потом в боксе-то я начал конкретно боксом заниматься, так запустил, и вот перед турниром так снова вспоминал. А боевое самбо научило тебя удушающим приемом? Да, удушающим, болевым, дзюдо, вот, и так далее. Ты дзюдо занимался? Дзюдо и самбо это... Или просто на соревнованиях участвовал? Да, дзюдо и самбо это... Ну, они схожие, но все-таки есть различные там. Различия небольшие есть, но самбо появилось от дзюдо, так скажем. Поэтому... С учетом. Ага, поэтому таким образом. Ну, а вот в клубе-то уже ты там проставился? Нет, еще, честно говоря, ни с кем не виделся. Приехал еще вчера, поэтому ни с кем не виделся особо. Ну, я слушаю тебе наших просто предупрежу, да, что программу с Илькином мы записываем 26 июля. Как раз вот мы Илькина поймали практически сразу же после приезда. Вот, таким образом. Ну, там звонили, поздравляли. Да, поздравляли много кто. Даже из Москвы поздравляли главный клуб ТТ в Азербайджане даже поздравил. Пригласил у них все чемпионы мира, там, Европы, с ними уже тренироваться в одном зале, как бы набираться опыта. Это в Азербайджане надо будет? Да, в Баку, сказали там. Наверное, у бульвара у нас есть этот знаменитый зал. Вот, там сказали, приезжай, тренируйся с нами, готовься к соревнованиям и так далее. А это можно, да? То есть, если ты приезжаешь, например, и живешь где-то, вообще вот у спортсменов ведь, наверное, так принято, и ты приезжаешь, все равно спортсмен тренировки пропускать не может. Ну, да. То есть, можно. Ну, если есть очередное, как бы, соревнование, которому ты готовишься. Особенно, да. Особенно, если период подготовки активный. То есть, ты приезжаешь и всегда есть друзья. Наверное, они рассчитывают, что такой боец, как Илькин Сулейманов, станет членом их клуба. Да. Может быть. А клубы тоже набирают, как бы, очки за счет того, что их бойцы становятся победителями международных турниров. Слушай, для меня это вообще какая-то сложная очень история. Я не погружу на это. Дело в том, что они на этом тоже зарабатывают. А там ведь, действительно, целый мир. Да, там целый бойцовский мир, поэтому... Да, да, с своими финансами, да. Где поваришься, там и наваришься. Я еще хотела спросить, слушайте, все-таки, я продолжаю гнуть свою женскую линию. А повреждения сильные бывают во время турниров? Возможно, травмы какие-то серьезные? Ну, вот я своему сопернику, моего соперника глаз был рассечен. Ну, не глаз, а вот... Века. Века. Да, вот рассечена была. Так что... Ну, бывает. Травмы можно получить разные. Ну, последний как бы факт с бойцом Дадашевым, который... Ой, ну это вообще ужасно. Очень ужасный момент. Умер, да. Это ужасно. С нашей соболезнования, ему, его семье, всем его близким. Так что, надеюсь, таких моментов будет как можно меньше. И все будут за своим здоровьем следить и останавливать вовремя бои. Потому что это основная, как сказать, точка момента, когда ты должен вовремя остановиться и не идти дальше. Потому что его, насколько я знаю, тренера останавливали. Он сказал, нет, я буду продолжать бой. Вот. Земля ему пухом. И пожелаем удачи дальнейшим всем слушателям и всем спортсменам. Чтобы не было таких, чтобы не повторялось. Чтобы не было таких, да, моментов. И всем успехов. Да, ну вот, кстати, контактные виды вот эти спорта. Да, ведь там же, наверное, медосмотры должны быть такие достаточно регулярные. А при клубах вот есть врачи, которые работают? Или, может быть, я не знаю, какие-то специализированные? Я не знаю, у нас спортивная медицина в городе вообще сохранилась или нет? Нет, во время боя понятно. Во время боя просто происходит, ну, особенно вот для мужчин все-таки характерно, наверное, раз уж у тебя женские вопросы у меня, так сказать, мужские, что в горяче очень часто... Ну, это понятно. Не тот, кто бьет, не тот, кто получает удар, он... Не понимает серьезность последствий. Он не понимает, что с ним происходит, как бы, он... И в это время бы, может быть, себе сказать, что, слушай... Остановись. Остановись. Да, ну, подумаешь ты, ну, проиграешь в этом бою, выиграешь в следующем там, да. Вот очень часто бывают в порыве вот этого вот азарта, даже, ну, не азарта, а вот этой спортивной... Спортивная горячка такая, вот спортивная, да. Ты очень часто не чувствуешь. Зато многие знают, когда после любой там даже не бойцовской игры ты можешь там повредить ногу и продолжать играть в футбол, а с поля уже выйти не можешь, ну, потому что нога уже... Распухла. Ну, то есть, ты можешь просто ставить лодыжку. Ну, то есть, ты можешь просто ставить лодыжку. Молодая распухла, она может уже и не работать, ты просто падаешь и... И все. И тебя выносят на носилку. Да, тебя выносят. То есть, это надо быть действительно, правильно говорит Илькин, Илькин, надо быть осторожным, внимательным к своему здоровью. Да, и вовремя останавливаться, и смотреть, что происходит на самом деле. Особенно это, наверное, самому бойцу и тому, кто бьет, особенно если уж ты видишь, что уже... Плохо человеку. Да, иногда... Остановись. Ну, может быть, остановись. Привлеки внимание тренеров. Нет, ну... Цена вопроса всегда очень дорогая. Ты можешь остановиться, а он может... А он тебя ударит. Он восстановится. Внезапно. То есть, бывает, конечно, такое, а может, и притворяется. Ну, что делать? Это издержки, как бы, боя, да? Издержки, да, издержки профессионального спорта, поэтому... Илькин, ты ведь у нас уже закончил высшеучебное... Да, закончил, но не стал в этой отрасли работать, потому что я уже много где настажировался и работал. В суде работал, в Кирово-Чапецком районе. А вы юрист, да? Да, я юрист. Работал в следственном комитете, стажировался целый год. Вот. Где еще-то стажировался и работал. Ну, данная деятельность уже известна, общественная. Ну, вот, кстати, она мне ближе, чем остальные другие, потому что я себя как-то не смог найти. И, наверное, больше это было привязано мне родителями, потому что они хотели, чтобы я юристом был и так далее, но это не... Не, ну, это стабильная профессия, родители правы абсолютно, да? Да, я не спорю. Спорт – это спорт, а тут вот стабильный заработок. Да, конечно, спорт – это для меня тоже так, больше пока молодой выступаю, чтобы дальше своих детей мотивировать и так далее. Спорт для меня тоже не особо какое-то хлебное место и так далее. То есть не способ заработка, а скорее такое вот отдохновение, да? Да, конечно, да, да, спорт – это так, грубо говоря, не заработок, а любительский подход, интерес в этом плане. В общем, это для души, у нас... Для души, да. Для души, то есть не для денег, а для души больше. Да, верно, верно. Поэтому занимаемся другой деятельностью, предпринимательской, вот, и поэтому в спорте таких денег не заработаешь, как там. Поэтому надо зарабатывать, семью кормить и... и что делать? И дальше заниматься спортом больше для себя, для души. У тебя про семью-то, ты про семью говоришь, у тебя тайна? Кто там? Нет, почему? Я женился тем летом, вот, в том году женился, вот, живем здесь, мама, я, жена, все, и всех обеспечиваем, и движемся дальше. Ну, молодец. Вот, таким образом. Ну что, пожелаем нашему гостю сегодняшнему все-таки спортивных побед. Ужин на профессиональной арене. На профессиональной арене, да, и беречь себя. Чтобы быстро добиться некоторых высот, которые хочется добиться там. Нет, высот, да. А спортивных высот. Спортивных. И потом быстро вернуться в общественную и политическую жизнь Кировской области. И сделать много хороших. Потому что, да, на территории Кировской области есть очень много, большой фронт работ для оздоровления. Активных, молодых, заряженных идей. Молодых. Действительно, что-то изменилось в будущем, да. Мотивированных. Не хватает в нашем регионе. Духовно здоровых людей, чтобы еще их сделать телесно здоровыми. Благодарим Илкина Сулейманова, нашего сегодняшнего гостя. И мы с Азизом Агаевым на этом завершаем программу «Союз нерушимый». Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.